доброго времени суток всем смотрящим сегодня очередной боестрелковой группы с новым кораблем большим страшным пушечником айси с 9 обидно только вчера сам заготовил очень похожий корабль но таки не успел от тестировать все варианты и вот уже не успел в турнир его послать ладно у данного корабля 22 пушки и 6 ими также несколько реакторов счетовая защита запитка достаточно хорошая то есть он еще до сближения успел практически полностью зарядиться за малыми исключениями по идее с лазерником и у него не должно быть особо больших проблем такое большое количество пушек делают вражеским кораблям очень плохо в общем как видно по менюшке снизу пока что оппоненты получают примерно одинаково друг от друга хотя нет здесь один айси с отвлекся на ливень сбоку и сразу подорвал ему реактор в общем похоже что 1 на 1 айси с и не оставляют ливнем практически ни одного шанса сами конечно получают урон но не критичный хотя вот это тот у которого с одной стороны осталось только одна имя а с другой стороны им не работают испытывает некоторые проблемы с пробитием вражеских щитов но не настолько большие чтобы это решило исход поединка 1 удачное попадание и ливень уничтожен здесь целых три айси с обьют бедную половинку ливня которой нет ни шанса продержаться хоть немного под этим дождем все корабль решен орудий не представляет опасности здесь кстати ливень умудрился располовинить айси с но из-за того что он лишился двигатель и сейчас получит очень больно прямо по реактору собственно вот так боеспособным остался один ливень очень условно боеспособным а что там поясе с 9 этот лишился левого борта здесь нет энергии так что пушки отстрелят парочку снарядов и умрут правого борта есть некоторые проблемы с рулением скорость жутко маленькая если бы у ливня оставалось достаточно двигателей заднего хода он имел бы все шансы закатить врага этот айси с не может подобрать нормальную позицию наверное как и этот все победа в первом бою зависит 9 бой номер два а а а а а а а в этот раз ливни сбились немножко в кучу поэтому предполагается интересная свалка впрочем не солящее ливнем ничего хорошего в целом сейчас между каждой парой кораблей происходит примерно одно и то же а а с бьет в край ливня и уничтожает там орудия вот а и вatti и и и и и и против этих кораблей. Совсем плохо. Одно удачное попадание по реактору, и он взорвется. Но жертва этого корабля не была совсем уж напрасна, потому что с другой стороны Ливень занялся отвлекшимся АССом и подорвал ему как минимум один реактор. Но он сейчас начнет получать сразу двух АССов. Красиво все же. Красиво все же. Довольно интересно будет посмотреть в боях 1 на 1, куда хотят атаковать друг друга вражеские корабли. Доточное попадание здесь кстати реактор тоже догорает свои последние минуты по нему даже попадание не нужно чтобы он догорел. Но оно происходит. Не так на сей раз мы видим 5 условно целых айсесов и два остатка туров или ливней или туров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Предпоследний тур понемножку догорает. Под огненным дождем с трех сторон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Последний в это время кстати... Я бы даже сказал что имеет шанс исправиться с АСС-9 против которого в одиночку он сражался. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А может и нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну одно попадание по реактору и бой полностью за АСС. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Последний групповой бой между этими двумя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АССС-9 кстати весьма медленная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА При борьбе с коврами у них могут возникнуть проблемы не только из-за того, что они пушечники, у которых априори беды с бронёй, с рашеской бронёй. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и по причине того, что он может банально не догнать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ливень разворачивается и получает свою задницу на все ХП. Да, на все, даже не наполовину. Корабль полностью стёрт с лица космоса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В это время поворачивающийся ICS теряет два задних малых реактора, что ему не очень критично. И один из средних реакторов, что уже очень больно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фактически один из ICS-ов перестал существовать. И пока что ливни с ICS-ами ведут 1-1. Но это ненадолго. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гееспособными остаются два с половиной ливня. И два с двумя половинами ICS-ов. Да, наверное, это странно прозвучит. Но всё же. А здесь стало разве что половина корабля, как и здесь. Данный ливень получает бог. И жить ему осталось совсем недолго. А в целом это было бы и даже если бы он получал только с одной стороны. От двух ICS-ов. Но с трёх сторон всё стало совершенно грустно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В живых осталось всего два ливня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Один ливень. Ну, как один. Половинка. Несколько попаданий сзади. И победа за ICS. Третья. Теперь бей один на один. Пожалуй, самое интересное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а сейчас привычно атакуют бог. Ливень делает абсолютно то же самое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока кровли обмениваются не особо весомыми ударами, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а там у ICS есть некоторое преимущество. Всё же он бьёт по площади. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а ливень поодиночке высекает... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пушки своему врагу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пушки, щиты... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возможно, сейчас ливень лишится своего реактора. А вместе с ним и целого борта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А сама не целит нормальный из-за багов. Нет, повезло. Реактор пока ещё цел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У ливня начались совсем уж беды с наведением. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И удачное попадание в реактор обрывает его страдания. В первом бою уверенно побеждает ICS-9. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас бой начинается несколько более удачно для ливня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так и хотел бы я сказать, пока он не согрелся на щит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну ладно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Только что Туру очень повезло. Снаряд совсем немножко не дошел до реактора. Не то чтобы это не особо помогло, учитывая, чем он занимается, но... Мелочи приятны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Интересно, уничтожится ли реактор? Да, уничтожится. ИСЕС лишается полностью своих боковых бронелистов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И ливень получает доступ к новым целям. Чем они пользуются, очень быстро высекая... Эмми, с одной стороны, врага? Забитка у которых, кстати, не очень. У ИСЕС уже не осталось эмми, так что спасти его может только очень удачное попадание. Как раз вот такое вот. У ливня осталось всего лишь четыре рабочих лазера и два эмми. В целом этого вполне достаточно для того, чтобы пробивать... ...щиты ИСЕСа и уничтожать его пушки. Но только в том случае, если ИСЕС не будет атаковать сам. Но атаковать ему, похоже, не может, потому что беда с деятелями. Между прочим, у ИСЕСа осталась всего одна рубка. Вторая отлетела в дальнее. Дали? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У ливня, кстати, рубка есть. Но из-за того, что у него остался только один борт, нормально двигаться он не может. Учитывая, что он остался хотя бы с рубкой, победа присуждается таки ливню. И последний бой. В этот раз ливню сначала мне повезло. Он лишается огромного количества орудий. Так что шансов что-то сделать у него остается совсем мало. Минус первый реактор. И минус второй. В последнем бою побеждает ливень. И итоговый счет 5-1. Пользуя ИСЕС. Ливень таки без боя не сдался. Всем до новых встреч. Пока.